Вопрос по эпидуральной анестезии. Будет она, не будет в городе? Значит, спинномозговая эпидуральная анестезия, она у нас делается достаточно широко. Значит, там есть определенного рода нюансы. Значит, это, как и любой вид медицинского вмешательства, имеет свои показания и свои противопоказания. Популярный способ обезболивания при гинекологических операциях и при родоспоможении. Значит, при гинекологических операциях мы делаем это широко. У нас создан был, два года назад, наверное, или год назад, сейчас я не помню уже, перечень манипуляций, за которые мы доплачивали отдельного врача. Вот спинномозговая анестезия, то есть эпидуральная является одной из разновидностей спинномозговой анестезии, входит вот в этот перечень. То есть врач за проведение получает дополнительное вознаграждение. Значит, но дальше начинается ситуация. Тогда, когда это заболевание и когда это является методом обезболивания для хирургической операции, это понятно. Когда эту эпидуральную анестезию просят провести для физиологических вещей, например, как рода, то дальше возникает вопрос оценки опасности проведения эпидуральной анестезии. Здесь каждый анестезиолог, он правит, и его право, я не могу его заставить, выбирает тот метод обезболивания, которым он больше владеет, который считает, что лучше в данной ситуации. Что касается эпидуральной анестезии в природах, обезболивания в природах, на самом деле это очень дискутабельная вещь, дискутируется сейчас в обществе, и в том числе в общественных группах матерей. Одна из проблем это соотнести последствия эпидуральной анестезии физически, как бы здесь может зависеть от квалификации врача, от использования средств и так далее, и так далее. И есть еще последствия психологические, про которые мы пока достаточно мало думаем, но они существуют. Это те же самые американцы, которые внедряют эпидуральную анестезию, они говорят о том, что, и у них, видимо, есть исследование, потому что, как правило, не печатают честные статьи, что теряется психологическая связь матери и ребенка во время родов. То есть ребенок должен, ну, как бы родиться естественным путем, за исключением, конечно, там кесарево сечения оперативных, я про это не говорю, мы говорим о нормальных родах.